Первый и последний на данный момент выпуск Нет Драмы я снял 8 лет назад. Ладно, 5 месяцев обратно. И вот сейчас появился классный в тройных кавычках повод снять новую серию Нет Драмы. Нет Драмы. Я решил назвать эту серию... ПОДПИСЬ! В ночь с воскресенья 26 февраля на понедельник на просторах нашей уютной вакашечки произошла драма, в которой участвовала очень сильно сейчас, к сожалению, известная Диана Шурыгина. Ну и еще кое-кто. Все началось с того, что 26 февраля Mail.ru и благотворительный фонд Константина Хабенского решили провести довольно-таки такую полезную и добрую акцию. Они собрали некоторых популярных ютуберов в одном месте и провели с ними стрим, где зрители могли задавать свои вопросы. Суть эфира в том, что все донаты, которые были собраны на нем, шли на помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Хорошее дело. Бесспорно, такие акции необходимы, и они идут только в плюс ютуберам, которые в них участвуют. И все бы ничего, акция прошла довольно-таки успешно. Ютуберы, по некоторым данным, собрали 600 тысяч рублей. А может даже и больше. Можно сказать, что все прошло хорошо и все молодцы, но, к сожалению, никто сейчас не обсуждает, что ютуберы собрали деньги для больных детей. В СМИ этого не пишут, а пишут кое-что другое. А что? Буквально сразу после акции в сети стали появляться снимки ютуберов с одной девушкой, которая знаменита не благодаря тому, что у нее есть талант, допустим, к музыке или рисованию. Она знаменита не потому, что умеет классно шутить или снимать крутые ролики. Она популярна не из-за своих каких-нибудь мыслей или актерского мастерства, хотя доля актерского мастерства все-таки у нее есть. Не уровень Оскара, но снятся в фильме Егор Шилов, ее все-таки зовут. Да, ты не ослышался. Диану Ширигину зовут сниматься в кино только потому, что она известна, а не талантлива. Известна потому, что известно. Так вот, те ютуберы, которые выложили свои фотографии с Дианой в сеть, получили, что логично, жесткое порицание как их публике, так и других ютуберов. И знаете что, ребята? Те, кто фоткался с Дианой Шурыгиной. Да, для нас, ютуберов, корм это просмотры и хайп. И довольно-таки часто в погоне за хайпом мы делаем очень много спорных вещей. Но в самих спорных вещах еще нет чего-то плохого. Плохое есть в явной бесспорности. А фотографироваться с Дианой, если говорить четко и емко, это бесспорно плохо. Эта мадам при любом раскладе достаточно сомнительная личность, если не сказать большего. Но даже если ее действительно изнасиловали, и все, что она говорит, это чистейшая и кристальнейшая правда, то у меня есть только один вопрос. Какого черта такое пристальное внимание к ее персоне? Если мужика, который это якобы сделал, посадили, то что тут еще смаковать? Диана должна быть довольна и стараться бороться со своей депрессией, которая обычно случается у женщин, которые были жертвы насильников. Ну, то есть в России, по некоторым данным, изнасилованию подвергается до 50 тысяч женщин в год. Хоть и статистические данные говорят о более меньших цифрах, но нужно понимать, что только 8% из всех изнасилованных женщин пишут заявление в полицию. И многие потом это заявление почему-то забирают. Если снимать передачу «Пусть говорят» про каждую изнасилованную женщину, то Андрею Малахову понадобится 27 лет, при условии, что он будет снимать каждый день по 3 выпуска без остановки. И это я взял самый низкий порог числа изнасилований. Ну, почему такое большое внимание именно к этому случаю изнасилования? Понимаете, что всех раздражает, это то, что Диана ведет себя немного неизнасилованно. Я знаю некоторых женщин в реале, которые были изнасилованы или подвергались попытке изнасилования. И все, как одна, говорят «Диана лжет». Все от ее слов, вплоть до эмоций, очень похоже на ложь. Потому что, когда ты действительно жертва изнасилования, тебе мало того, что не хочется говорить вообще с кем-либо, тебе даже свое тело противно, тебе даже противен твой молодой человек, который тут вообще ни при чем. Тебе противны вообще все мужики. И последнее, о чем ты будешь думать, это рассказывать про свое изнасилование на всю страну, открывать ютуб-канал, отвечать на вопросы зрителей и сниматься в кино. То есть, даже если это изнасилование и было, то Диана ведет себя, мягко говоря, очень странно. Тут что-то явно не так. А теперь возьмем более правдоподобный вариант. Никакого изнасилования не было и Диана, и ее родители решили подзаработать немного деньжат и прикупить немного недвижимости, а заодно Дианочку облайкают в интернете и обхайпят. При этом ей все равно на сломанную жизнь парня, которого она засадила в тюрьму. Ведь все решил закон, все решил суд, а суд не ошибается. Ну да, никогда не ошибается. Привет расстрелянному Александру Кравченко, как и дому из примеров ошибки правосудия. Мы все прекрасно понимаем, что Диана это не тот герой нашего времени, которого мы заслужили. Или заслужили, черт побери, нет. Она не человек, на которого хочется равняться. И тем не менее, глядя на то внимание, которым она завладела, глядя на то, как топовые ютуберы фоткаются с ней. Да, пускай как с веселым мемчиком из интернета, но по сути с человеком, который загубил жизнь другому человеку вообще-то. Глядя на все это, неокрепшие умы молодых девочек могут подумать, ааа, так вот как можно было стать популярной. Таланты не важны, нужно обвинить кого-то в изнасиловании на всю страну, и все. А в принципе не важно, было это изнасилование или нет, сути не меняет. Сейчас и так становится слишком много людей, которые больны вот этим синдромом нашей современности. Хочу стать популярным во что бы то ни стало. И вот для таких людей опасны псевдокумиры типа Дианы. Поэтому, дорогие мои ютуберы, да, мы любим хайпиться, но нужно знать предел. Мне что-то подсказывает, что вы бы не стали фоткаться, например, с Андреем Чикатило. За всем этим человек из мемасиков из интернета, за всем этим на донышке стоит печальная история, по сути, к которой нельзя относиться несерьезно. Сегодня ты займешься сексом с якобы любимой девушкой, а завтра она накатает на тебя заяву в полицию по обвинению в изнасиловании. И она скажет тебе, или ты мне миллион рублей, и я отзываю заяву, или ты садишься в тюрьму. Или ты мне хайп и подписчиков в ВК, или ты садишься в тюрьму. Да, 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 я очень завидую талантам Дианы, ведь у нее даже подписчиков больше, чем у меня в ВК. Вы меня раскусили. Хочется хотя бы порадоваться за то, что многие ютуберы, которые делали и выставляли фотки с ней, осознали свою явную ошибку и удалили эти фотографии. И саму Диану тоже удалили из друзей ВК. Это случилось отчасти благодаря тому, что часть ютуберов были очень возмущены такими фотками, и под давлением те ютуберы удалили их. Я думаю, если бы не это давление, то все бы осталось как есть, и о Диане узнала бы еще больше людей. Причем в позитивном ключе, типа, смотрите, она посещает благотворительные акции. Нет. Ведь шло бы время, и все постепенно начали бы забывать, чем реально она знаменита. И вот так вот постепенно она бы стала вполне себе такой независимой медийной личностью. Но мы ничего не забудем. Хотя нет. Единственное, что мы забудем, это саму Диану. Еще месяцок-другой, и все, и она канет в лето. Помните, у нее нет талантов. У нее их настолько нету, что она даже не знает, о чем снимать ролики на ютубе. Просто посмотрите на этот стыд. Она временно знаменита лишь только потому, что посадила парня в тюрьму и заявила об этом на всю страну. Все, точка. Эх, все-таки прошлый февраль был гораздо интереснее в плане популярной девчонки в интернете. Кариночка, как ты там? Ютуберы, которые фотографировались с ней, сейчас мое обращение лично к вам. Во-первых, А, во-вторых, я дико рад, что многие из вас осознали эту ошибку. Все мы ошибаемся, удалили фотографии и вообще забыли про это. Но в чем вообще вот плохо? В чем тут было все плохо? В том, что вы сделали очень классное дело с этим стримом, да? Собрали деньги на лечение детей. Но теперь из-за этой вот поварешки дегтя на вашем мероприятии в виде Дианы, кстати, интересно, как она вообще туда попала? Судя по бейджику, который на ней, вы можете видеть на фотографии, ну, типа, она там вполне официальна. Это ж кто-то реально сидел в пиджаке и думал, так, а давайте пригласим Диану Ширигину, сейчас ее все знают, ну, типа, знаешь, на донышке. Чем вы думали, ребята? Отличное дело, загубили вот ее присутствием. Теперь любые СМИ, любые ютуберы будут обсуждать блогеров опять в негативном ключе. Ну, сколько можно? Посмотрите любые заметки о блогерах, начиная там от того, что Михалков их смотрит, кончая там Соколовский, уголовное дело, Давыдович, уголовное дело. Мы сейчас не говорим там, кто виновен, кто не виновен. Сам факт, что о ютуберах всегда рассказывают только в позитивном ключе. Конечно же, это была оговорка. Я хотел сказать, что о блогерах всегда пишут в негативном ключе. В негативном. И вот здесь могли бы сказать наконец-то многие из СМИ, что вот ютуберы собрали деньги на лечение детей. Отлично, но нет. Я вам гарантирую. И это уже происходит. Все будут писать только о том, что там была Диана Шурыгина. Вот в чем плохо. Вот в чем ошибка. В итоге дискредитируется весь блогинг. Все ютуберы. Все будут думать, что мы тут всякие-то отморозки отбиты и тут вообще нечего ловить. Так что, ребята, еще раз. Хайп не хайп, но... Ну и напоследок. У меня вне драмы есть традиция. Я всегда в конце выпуска абсолютно бесплатно, безвозмездно и даже без участия тех людей, которых я рекламирую. Собственно, рекламирую каналы, которые я считаю прикольные. Вот вам пример девчонки, у которой есть действительно талант, у которой есть какие-то мысли, ей есть что рассказывать. Ее интересно слушать. Алина Самойлова. Ссылку на ее канал найдете в описании. Заходите, подписывайтесь и покажите, что зрители топ-5, дай-5 это вежливые боссы. Все, ставь Луизу, если тебе нравится, нет драмы. Делись этим видео и... Ютуберы, помните! Пора остановиться! И да, фишку с Пора остановиться. Я стыдил с H3H3, с его It's Time to Stop. Все, ты меня разоблачил. Пока. Нет драмы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!